Павел Петрович Булыгин Павел Петрович Булыгин Павел Петрович Булыгин Но ему удалось оттуда сбежать В возрасте 22 лет организовал и возглавил охрану ее императорского величества Марии Федоровны И других лиц императорской фамилии в Крыбу Затем по распоряжению императрицы отправляется в Сибирь А как отправляется? Через Черное море, Турцию, Грецию, Францию, Англию, Красное море, Индийский океан, Японию, Владивосток Вот расстояние, да? Вставку адмирала Колчака Для выяснения истинного положения царской семьи С 19-го года находится в войсках Восточного фронта Входит в комиссию следователя Соколового для расследования дела об убийстве императорской семьи Затем через Владивосток, Харбин, Белград добирается до Парижа Вывозит материалы следствия по убийству семьи императора во Францию Некоторое время живет в Риге и Каунасе В 1922 году приглашает русских специалистов и военных на службу в Эфиопию Десять лет живет в Эфиопии С 1924 по 1934 год Работает военным инструктором и управляющим государственной кофейной плантацией Затем в 1934 году переезжает в Прибалтику Там жила мать его жены Здесь в Прибалтике он получает приглашение старообрядческой общины Литвы Образовать поселение в Парагвае Переезжает в Парагвай, заручается поддержкой президента Парагвая Образовывает это поселение Выбивает кредиты для создания колонии Вот судьба, да, у человека Но в 1936 году В возрасте 40 лет он умирает 40 лет, но каких, каких 40 лет прожил человек А вот хочу вам прочитать некоторые стихотворения Павла Булыгина Я видел тайфун на Амурском заливе И свистел Волну, взрываясь, дрожал истребитель И набок Ложился и тихо скрипел И, двигаясь с креслом по стенке каюты Мы молодо пели про солнце земли Но подло сердце И были минуты, когда мы стаканы Налить не могли Я не всегда таким был скучным Слагало немало небо лиц Теперь в пустыне я приучен Я так отойк от белых лиц Раз в месяц раб приносит почту Провыв в пути 12 дней Я сам себе читаю ночью Приветы помнивших друзей Храню погоны и кокарду От службы русскому царю Кормя ручного леопарда Я с ним по-русски говорю И вспоминай Гумилева Что ждет, скрываясь впереди Когда-нибудь вернусь я снова Теперь не жизнь Меня не жди А вот в стихотворении Что есть истина Что истина? Пилат ему сказал И руку поднял высоко над головою И говоря о том, слепец не знал Что истина пред ним С поникшей головой В томлении изменчивых путей Блуждая в темноте усталыми ногами Об истине не тоскуем и сильней Не зная, что она Всегда везде пред нами Субтитры создавал DimaTorzok